Сегодня у Гомеля отбылось первое посаджение Гомельской областной выборчей комиссии по выборах депутата у Палаты Протставников Национального Сходу Республики Беларусь. Члены комиссии обрали старшиню и наместника, а так само затвердили режим работы. В соответствии с частью второй статьи 37 избирательного кодекса Республики Беларусь на первом заседании комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. Уважаемые члены комиссии, прошу вас вносить свои предложения по кандидатуре председателя областной комиссии. Несколько кампаний вы проводили с невером Алексеем Николаевичем, поэтому я хочу вам предложить его кандидатуру на должность председателя комиссии, потому что все эти избирательные кампании, которые мы с ним вместе проводили, человек действительно уже знает законодательную базу и работал и с судебными инстанциями, и с обращениями граждан, очень такой тактичный, вежливый. Гэтая пропанова поднимается одноголосно. Старшиню областной выборчей комиссии по выборах депутатов в палаты простойников 7-го скликания становится Алексей Неверу. Празнекольких хвилин становится вядомое прозвище наместника старшини. Им стала Тамара Лукьяненко. Василь Зубец собраны секретаром комиссии. На этом же посаджении затверждается режим ее работы. С 10-ти годин ранницы до 19-ти в будние дни и с 10-ти до 14-ти по субботах. Номеры телефона областной выборчей комиссии 33-43-15 и 33-43-01. Посаджение комиссии завершилось урушением ее членам отповедных посвечений. Далее с 14-ти членов комиссии 4 вылучены политичными партиями и 5 громадскими организациями. Остатние – прационными коллективами и гражданами шляхом сбору подписов. В состав комиссии вошли люди уважаемые, достойные, отработавшие некоторые из них не первую избирательную кампанию. Поэтому, думаю, что это и позволит нам провести эту избирательную кампанию на высоком организационном уровне. С 10-го дня так само начинается подача заяв на регистрацию инициативных групп. Алексей Неверу, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель».